Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очередная лекция в рамках курса, посвященного проблемам видения будущего. Мы будем говорить о человеке, о понимании человека как творца истории, о его роли в создании нового общества. Я постараюсь предельно подробно остановиться именно на проблеме человека, и вы сможете понять, как марксистская трактовка человека оказывается напрямую связана с видением будущего, созданием будущего и формированием вот того нового актора, нового, нет, не члена общества, а именно творца общества, который должен прийти на смену нам с вами, и в который мы можем угадать некоторые черты самих себя. И, точнее, так, глядя на самих себя и наших товарищей по социальному творчеству, мы можем увидеть и некоторые черты человека будущего. Тема, на мой взгляд, важна, поскольку есть вот то знаменитое выражение, которое упоминал и мой коллега, и я, и все, по-моему, кто только может и кто нельзя, в связи с коммунизмом. Прекрасная модель общества будущего может состояться только в том случае, если люди превратятся в ангелов. Но люди не ангелы, они, как говорят наши критики, по своей природе стяжатели, эгоисты, хотят всего только себе, побольше и только для себя, и поэтому коммунизм невозможен. Вот так ли это, мы сейчас и будем с вами разбираться, ибо, не поняв, каким может быть человек будущего, мы не поймем ничего в трактовке левой альтернативы, в содержании левой альтернативы, ибо, вообще говоря, главное, что созидается, это человек. Собственно, ради формирования нового человека, нового облика, новой системы ценностей, мотивации, отношений, поведения, ради этого творится мир будущего, мир коммунизма. Пожалуй, в качестве своего рода эпиграфа я бы использовал знаменитые слова о том, что под каждой могильной плитой лежит всемирная история. Когда Гёте сформулировал этот императив, нет, не императив, наверное, все-таки это обобщение феномена человека, он был необыкновенно прав. Каждый человек есть продукт истории, но это только одна часть правды. Вторая часть правды в другом знаменитом выражении того же автора. Есть разные переводы, я цитирую по памяти, лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Один из зрителей нашего канала «Альтернатива» написал, да это же не жизнь, а ужас каждый день биться. Гёте не имел в виду необходимость обнажать шпагу ежедневно. Хотя обнажение шпаги в переносном смысле слова действительно становится уделом каждого, кто в мире отчуждения хочет творить историю, быть не пассивным рабом, не марионеткой, не функцией, а быть тем, кто понимает этот мир, знает его закономерности, и в меру этого знания, в меру сил, в меру солидарности, готов этот мир изменять и изменяет этот мир. Когда читает лекцию, когда слушает лекцию, когда помогает товарищу, когда вместе с ним начинает что-то менять в этой жизни, и даже тогда, когда он не проходит мимо потерявшейся собаки, а помогает ей обрести нового хозяина. Хотя последнее скорее вследствие всеобщего тотального отчуждения, когда единственно, или почти что единственно, возможными делами человека становятся очень маленькие, и очень скромные, очень локальные шаги по изменению этого пространства. Вот об этом мы будем с вами говорить. О человеке, который ответственен за этот мир, изменяет его, и о человеке, который, как марионетка, подчиняется ему. Есть очень разная трактовка того, что такое человек. Споры на эту тему продолжаются бесконечное количество лет, и, пожалуй, что даже тысячелетий. Знаменитый античный тезис о том, что человек – это двуногая без перьев, не выдержал критики в момент своего создания, знаменитому мыслителю принесли в качестве примера человека, общипанного петуха, хотя ему пришлось смириться и признать, что это определение не слишком годится, для того, чтобы понять, что же такое человек. Это шутка, но дальше огромное пространство дебатов. Если кто-то хочет понять марксистский дискурс всерьез, промучившись, возможно, несколько недель над исходным пониманием этого феномена, то читайте книгу «Проблема человека в современной философии» издания А. Лохматова 1969 года. Больше 50 лет назад была написана эта коллективная монография, сложная, почти невоспринимаемая при первом чтении, но очень правильная и глубокая. Дальше можно читать более простые работы, которые я категорически советую вам прочесть. Это научно-публицистическая книга с цитатами из Шекспира, с красивыми образами, с легким языком. Называется она «С чего начинается личность?» С чего начинается личность? Вышло несколько изданий в Советском Союзе, она есть онлайн. Читайте. Читайте Эвальда Ильенкова, читайте его коллег и даже Ричарда Косолапова. Его считают догматиком-сталинистом, но у него есть последние работы сталинского догматического свойства, но на самом деле это очень глубокий социальный философ, которого я вам всячески тоже рекомендую. Ряд других авторов в этой книге – это такой финал, итог размышлений о феномене человека. Можно читать книгу Лапина «Молодой Маркс», другие работы авторов вот этого сборника «Проблема человека в современной философии». Прежде всего, Генриха Степановича Батищева, Ильенкова я вам уже называл, Огурцов, который писал о проблеме свободы. Дальше авторов можете просто поискать по сноскам вот в тех книгах, которые я только что назвал. Не буду разутомлять академической премудростью. О чем же идет речь? Ну, прежде всего, о том, что человек, да, это биологический организм, но это не главное. И главное в человеке, со мной сейчас, наверное, поспорят естественники, это не его тело, не его генетика, а прежде всего те социальные качества, которые формируются по мере включения человека в общественные отношения и которые формируют общественную деятельность, которые формируют человеческое бытие, как творца истории. Человек, включенный в общество, формируется этим обществом и формирует это общество. И в этом смысле человек, уже понимаемый как личность, есть социальный феномен. Я позволю себе маленькое сравнение. Ну, вы знаете, что художник может написать картину, сделать рисунок при помощи, ну, едва ли не всего, чего угодно, но всем, чем угодно. Если мне, абсолютно бездарному в отношении живописи, человеку предложить на идеально загрунтованном холсте, великолепными красками, какой-нибудь особой кисточкой, говорят, колонковые кисточки особенно хороши, что-нибудь написать, получится ерунда. А вот великий художник взял окурок сигареты и на стенке нарисовал голубя. И он стал символом движения против войны, мировой войны за разоружение в середине прошлого века, во второй половине прошлого века. И вошел в анналы мировой, не только живописи, но и культуры и социально-политической борьбы. Поэтому, используя этот образ, я могу сказать, генетика, тело – это тот холст, на котором жизнь, общественные отношения, и человек, как творец истории, пишут картину его личности. А личность – это картина. Да, если у вас здоровое тело, здоровый дух, хорошая генетика, ну, дух в таком психофизическом смысле, нет поражений центральной нервной системы, то в этом случае, попадая в благоприятную социальную среду, превращаясь в человека-творца, получится замечательный, почти коммунистический человек. Если вы изуродованы этой жизнью, тяжелой генетикой, столкнулись с болезнями, с многим другим, да, у вас тело может быть немощным, но из этого не следует, что у вас будет слабой личность. Я приведу пример только одного человека, доктора философских наук Суворова, я вам о нем уже упоминал. Это человек, который родился слепо глухим. Более страшного физиологического недостатка трудно придумать. Короткие ноги, длинные руки, маленький рост, чрезмерно большой рост. И даже слепота не так страшны, как вот эта полная изоляция от общества. Однако эксперимент, который превратился в сотворчество, а не насилие, позволил вот из детей слепо глухих сформировать личности, личности тех, кто стал паноценными членами общества и даже более того, известными крупными мыслителями и деятелями общественными. Итак, мы будем говорить о личности, о социальных аспектах человека. И здесь очень важно, что человек развивается под воздействием социальных отношений и формируется очень разным. Человек, человеку волк, принцип отчужденных антагонистических формаций царства необходимости, человек экономический, принцип одного из подпространств царства необходимости, мир рынка, мира капитала, общественно-экономической формации по имени капитализм. Человек советский, продукт первых попыток преодолеть границы рынка, капитала, отчуждения в пространстве мировой социалистической системы со всеми противоречиями этого феномена и человека советского. Человек творческий, но вот об этом мы будем говорить в самом конце и наиболее подробно. Очень важно, какое место человек занимает в системе общественного производства и какая технология подчиняет себе человека или в какой он творит, будучи свободным, при помощи какой он творит, будучи свободным. В современном мире большинство людей это индустриальные наемные рабочие и они подчинены станку, подчинены конвейеру, подчинены машине. Они придаты к этому, функция от этого. Частичные люди, частичные работники. Человека творит экономика. В различных общественных системах разный человек, сейчас мы будем об этом говорить. Социально-классовая структура, в зависимости от того, в каком социальном слое вы живете, будет существенно изменяться природа личности. Исключение возможно, они всегда есть, но это исключение. Я говорю о типичном люмпене, типичном прекарии, типичном пролетарии, типичном буржуа и так далее. Ну и, наконец, есть проблема общечеловеческих качеств и проблема конкретного исторического человека в конкретном обществе, скажем, в позднем капитализме, принадлежащего к определенному классу, ну, скажем, к прекариату или к финансовой олигархии. Да, среди финансовых олигархов, может быть, найдутся такие, кто, ну, хотя бы после смерти, свое состояние завещает, фондом, занимающимся общественным развитием, а не превратит в источник спекулятивного обогащения своих детей, внуков и правнуков. Но это будет исключение. А что же общечеловеческое? Общечеловеческое – это человек, как продукт определенных отношений, которые сохраняются, оставаясь инвариантными на протяжении человеческой истории. И человек – продукт этих общих отношений. Человек всегда есть труженик, даже если он бездельник. С этим парадоксом вы, я думаю, разберетесь сами, потому что сущность человека – это труд, и как только человек превращается в абсолютно ничего не делающего человека, он умирает. К сожалению, это становится практикой для представителей среднего класса развитых стран, попадая в дом престарелых и выключаясь из деятельности. Очень многие из этих людей, большинство из этих людей умирает даже не от болезни и не от старости, от деградации. Но это грустная материя. В человеке остается то, что он всегда вступает в общественные отношения, то, что он человек общественный. А вот что он видит в качестве ценностей, тут вопрос уже гораздо более сложный. И общечеловеческие ценности обычно на самом деле не столько всемирные, исторические, универсальные, сколько очень конкретные, привязанные к общественным системам. Но об этом чуть позже. Итак, давайте посмотрим на то, каким был, есть и будет человек в зависимости от того, в какой общественно-экономической системе он формируется. Вот на это я прошу вас обратить самое пристальное внимание. Еще раз, принято считать, что человек это тот, кто хочет больше денег, меньше работать, эгоист, точка. Я в этом убедился еще раз буквально недавно, чуть больше недели назад, во вторник, на радио говорит Москва, мы вели разговор о ценах, деньгах, зарплатах, и ведущая тут же мне сказала, человек всегда хочет побольше денег, поменьше работать, человек всегда эгоист, в браке самое главное это брачный контракт, и все мои лепетания насчет того, что есть дружба, любовь и так далее, что есть люди, которым деньги мало интересны, она сказала, с какой луны вы свалились, Александр Владимирович. Но вот радиослушатели, правда, отреагировали гораздо более сложно, и то, о чем я говорил, вызвало определенные отклики. Говорил я о том, что вот этот человек, эгоист, который мечтает о деньгах, это продукт конкретной исторической системы отношений, рынка и в развитом виде капитализма. Но человек таким был не всегда. Не будем уходить в давнюю историю, разбираться с пятикантропами и австралопитеками, посмотрим на рабовладельческое, феодальное, азиатское общество на эти общественные структуры, общественно-экономические формации. В них человек формируется, как прежде всего патриархальный человек, человек подчиненный традиции и корпорации. Он от рода, от века принадлежит либо к графам Потоцким, либо к крепостным. Он часть общины и живет для воспроизводства общины в соответствии с заветами, предков. Он должен делать, как делали его отцы, деды, прадеды и соблюдать традицию. И это априори самое главное, на что ориентирован человек. Если он дворянин, то он будет соблюдать законы рода, чести и всего остального. Закон общины, если он крестьянин, или законы цеха, если он ремесленник. Вот эта патриархальная, традиционная модель человека сохраняется до сих пор. В той мере, в какой каждый из нас стремится сохранить старые ценности, особенно это характерно для стран периферии, полупериферии, для периферии Российской Федерации и значительной части бывших стран, то есть стран бывшего Советского Союза. Вот сталкиваясь с этими людьми, я очень часто наблюдал вот эту приверженность к традиционным, патриархальным связям. Сейчас мы не обсуждаем вопрос, хорошо это или плохо. Это просто констатация других ценностей. И далеко не всегда в этих обществах деньги являются более значимыми, даже в 21 веке. А еще 200 лет назад для российского крепостного крестьянина деньги были чем-то потусторонним. Он даже сосчитать их не мог. Он не умел читать, писать и считать. Таким было большинство крестьян еще в 19 веке. Совсем недавно и в одной из среднеразвитых стран Российской империи. Человек патриархальный один статус. Второй статус человек как член корпорации. Вот я вам про это уже говорил, соединив все это воедино, чтобы немножко упростить нашу лекцию. Человек экономический. Я специально выделил этот тип человека, потому что сегодня он господствует и о нем я уже сказал очень много, но он тоже может быть разным. Это может быть экономический человек, являющийся наемным работником, и у него будет один набор ценностей, интересов, хотя и в рамках вот этого хомоэкономикус, он может быть представителем финансовой олигархии или буржуазии, у него будет другой набор ценностей, хотя тоже в рамках того же хомоэкономикус. Человек советский. Я бы подчеркнул, что он был да, и служащим, и представителем, или членом номенклатуры, но в человеке советском было многое от будущего коммунистического общества. В человеке советском были, хотя и не доминировали, черты солидарности, взаимопомощи, ориентации на развитие страны, общества в целом, на решение проблем движения в будущее, если хотите, да, строительство коммунизма, эти ценности были серьезными. Они у меньшинства, но активного меньшинства доминировали, у большинства они присутствовали в той или иной мере. Знаменитые строки Маяковского, я вам очень советую прочесть это произведение, процитирую только маленький фрагмент. Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть. У того же Маяковского строчки о том, что предать страну, с которой вдвоем голодал, вместе с которой ты побеждал, нельзя. И не любить ее нельзя. Такими были люди, которые защищали нашу страну во время Второй мировой Великой Отечественной войны. Да, многие шли по мобилизации, да, были заградотряды, но главными победителями в этой войне с фашизмом, самой страшной формой капитала, национал-социализмом, фашизмом, победителем стал прежде всего тот человек, который шел добровольцем на фронт, шел добровольцем к станку, в поле. У меня мать и отец в 10-12 лет стояли у станка, и я видел, как потом в Советском Союзе они же строили, отец был военным строителем, мама работала потом на мирном поприще. Да, они ругались, когда зарплата, зарплаты, точнее, не хватало денег до зарплаты, вот так это говорили в Советском Союзе, они излились, что в магазине дефицит нормального качественного мяса, там, или не хватает еще чего-то в какой-то момент, и одежда немодные, но при этом для них строительство их, нашего Советского Союза, было главным. Я, собственно, этом вырос. Как и на пионерской организации, в которой помощь ветеранам, создание музеев, реальная работа ради вьетнамских ребяточек, мы собирали деньги и ресурсы на велосипеды для вьетнамских ребятишек, и это для нас было очень важным делом. Не все, но вообще большинство тех, кто был в пионерской организации, был одним из организаторов этого процесса, до сих пор это полно. Это реальные черты хомосоветикус, которым рождались элементы коммунизма. В несколько таком публицистически застренном, я бы сказал, даже памфлетном виде хомосоветикус раскрыт в книге Александра Зиновьева, очень интересного мыслителя. Эта книга так и называется «Хомосоветикус». Зиновьев оппонент Ильенкова, скорее склонный к формальной логике, но очень известный, сильный философ, иммигрант, ему не нравилась авторитарная, душная атмосфера Советского Союза, уехал на Запад, уехав на Запад, убедился, что там еще хуже, причем я не преувеличиваю. И когда потом вернулся в Россию, уже после распада Советского Союза, очень много писал о Западе, критикуя эту систему, как систему подчинения, манипулирования, о мещанстве, о функциональности человека Запада, вот этого «хомоэкономикус», и много писал о достижениях советской системы. Наконец, следующий шаг – это шаг к человеку творческому, человеку, который занимает положение, особое положение в системе общественного разделения труда, получи субъектом творческой деятельности, и человек, который включается в отношения сотворчества, сотворчества в театральном коллективе, в группе ученых, в университете, в клинике, где хотите. Эти люди сегодня тоже могут быть наемными рабочими и подчиняться интересам «хомоэкономикус», интересам рынка, давайте так скажем, денежным интересам. Но об этом чуть позже, точнее, мы об этом даже говорили с вами в предыдущей лекции, поэтому я даже повторять это не буду. Единственное, немножко забегая вперед, я хочу подчеркнуть, что для человека творческого как прообраза человека коммунизма характерно очень глубокие противоречия. Даже если мы абстрагируемся от того, что сегодня хомо-креатор хочет не только интересно работать и иметь свободное время, иметь уважение к товарищей, хомо-креатор сегодня хочет побольше денег по большинству в большинстве своем. Но даже если мы абстрагируемся от того, что хомо-креатор хочет побольше денег и посмотрим на него в таком чистом, девственном виде, то выяснится, что и здесь есть глубочайшие противоречия. Одно из них на презентации. Кому-то надо быть одним из акторов кардебалета, и ваше лицо не увидит восхищенный зритель, и даже не будет знать, кто там помогал создать целостный спектакль. А кто-то будет на сцене, кто-то будет солистом, и ему достанутся аплодисменты, цветы, уважение и слава. Но мы не будем убегать вперед. Давайте пока посмотрим на то, что человек есть продукт отчуждения. Человек есть функция господствующей системы. Вот здесь мы говорили, он продукт феодального общества или продукт общины. Он продукт рыночной социально-экономической системы, капиталистической социально-экономической системы, и он человек экономический и так далее. Вот как таковой, как раб определенного общества, человек, есть некто, находящийся в сети, в паутине отчуждения. Отчужденный человек. Он превращается в конформиста. Точнее, он есть конформист. Конформист, как тот, кто конформенно принимает существующее как данное и не подвергает его сомнению, во-первых, не стремится изменить его, во-вторых. Еще раз, да? Конформист принимает этот мир таким, как он есть, не подвергает его критическому анализу, не подвергает его сомнению и не стремится его изменить. То есть он и интеллектуально, и в социальном бытии, и в духовном пространстве, надо правильно сказать, и в общественном бытии. Он пассивен, не критичен. Посмотрите, вот, кстати, этот фильм «Конформист» – это сильное произведение, очень точно показывающее вот это положение. Почему я на этом остановился, кстати, извините, сразу. Чуть-чуть дальше проиллюстрирую, но очень важный тезис. Прежде всего потому, что человек-конформист – это тот, кто больше всего мешает продвижению коммунизму. Я подчеркну, не враг коммуниста, потому что считать большинство людей, живущих ныне врагами – это нонсенс. Но это главное препятствие на пути коммунизму – это конформизм. Конформизм – главное препятствие на пути к коммунизму. Даже не власть финансовой олигархии, а именно сформированный и формируемый, воспроизводимый рынком и капиталом, конформизм людей. Воспроизводимый даже шире того, царством необходимости. Конформистам можем быть просто как часть толпы, как вот часть этого бараньего стада. Впрочем, барашки здесь, наверное, не виноваты. Есть еще одна иллюстрация, к сожалению, ее не нашел. Это гравюры Бродского, в которых он иллюстрирует, Дон Кихота Сервантеса. Вот там Сервантес затертый стадом свиней. Очень сильный образ конформизма и попыток вырваться из этого конформизма. Конформизм всегда основа власти, которая отчуждена от человека и реализует свои интересы. Власть экономическая, политическая. Эта экономико-политическая власть сегодня в руках крупного олигархического капитала и бюрократии, которая сращена с этим крупным капиталом. Вот эта единая экономико-политическая власть олигархов и высшей бюрократии это реальность сегодняшнего капитализма, это реальность и для России. Соответственно, человек становится марионеткой, которая дергает за ниточки и направляет в нужное русло вот эта власть. Как именно? Второй вопрос. Мы об этом уже говорили с вами. Я дальше на этом не буду останавливаться. Может быть, конформизм даже в условиях патерналистской системы. Вот в Советском Союзе были вот такие лозунги «Слава КПСС едва ли не на каждом углу». Правда, были и другие. «Слава труду». И при том, что это тоже тогда выглядело немного глупо с точки зрения большинства советских людей. На самом деле, в этом был большой смысл. Мы прославляли труд, а не деньги. Но вот когда прославляли КПСС, это было уже нечто другое. Ассоциировалось это со словословием в адрес вождей партии, номенклатуры которой отчуждена. И хотя эта номенклатура на протяжении большей части истории Советского Союза не только ограничивала, контролировала и... Как бы это лучше сказать? Я хотел использовать слово «душила», но создание душной атмосферы – это не душить. Вот давайте ограничимся словом «ограничивала» нашу жизнь. Одновременно большая часть этого бюрократического аппарата не самыми эффективными методами проводила патерналистскую политику, создавая предпосылки для решения серьезных экономических, социальных, технологических и культурных проблем. Возможно, попытка выхода из конформизма в рамках того же конформизма. Вот такой формальный нон-конформизм. Достаточно сделать ирокез, кучу татуировок. Я не хочу никого обидеть, но, убей бог, не понимаю, почему свои личностные качества надо иллюстрировать при помощи татуировки. Возможно, я просто устарел. Вы мне потом когда-нибудь, может быть, объясните, в чем я не прав. Неважно. В результате вам тот же самый мир корпорации создает целый набор подсказок, как можно, следуя манипулированию корпорации, изобразить из себя нон-конформиста. Подчеркиваю, изобразить, создать видимость того, что ты другой. Если ты даже попробуешь это создать самостоятельно, тебя тут же маркетизируют, коммерциализируют и превратят в часть вот этой системы конформистского бытия, где людей дергают за ниточки. Так произошло даже с группой Битлз, которая всемирно известна, и, наверное, до сих пор для вас что-то говорит, а для ваших родителей, или дедов, и бабушек, говорит довольно многое. Когда-то эта ливерпульская четверка начинала как группа молодых ребят, которые пели песни протеста в бедном рабочем районе Англии. Ливерпуль – это промышленный бедный район тогда, в 60-е годы 20 века. Ну, закончилось тем, что они превратились в неплохую группу, зарабатывающую очень большие деньги, из которой сделали идола поп-культуры. Точно так же происходит сегодня со многим другим, когда брендовая одежда косит, я правильно использую термин, косит под нон-конформистское одеяние. Отсюда, кстати, появляются джинсы с раздыркой на коленке, или что-нибудь еще в таком же духе. Началом действительного нон-конформизма становится попытка критически посмотреть на то, что происходит вокруг. Это первый шаг. Здесь еще нет ни борьбы, ни действия, ни изменения мира, но есть попытка взглянуть иначе. Самое главное в нон-конформизме – это ситуация, когда вы начинаете изменять этот мир. Я не случайно привел фотографию, это размытые фото, одной из демонстраций в рамках Европейского социального форума, если я не ошибаюсь, форума, где объединяются люди, стремящиеся к изменению этого мира, к его реформированию и даже революционному преобразованию. Есть проблема социального творчества, которое создает альтернативы для того, чтобы мы могли потом по-новому взглянуть на эту жизнь, не потом, а во время этого, в процессе этого творчества, взглянуть по-новому на наш мир на бытие, на сознание и начать его изменять. Но об этом чуть позже. Возможно, имитация социального творчества и вот эта фотография, когда формальное участие в выборах в Советском Союзе было действительно имитацией, но в то же время за этим скрывались во многих случаях и реальные действия советов, которые на местном уровне, не на общесоюзном, а на местном уровне, делали немало полезного. А вот когда мы начинаем включаться в социальную деятельность по охране природы, мы уже выходим из мира конформизма и начинаем изменять нашу сегодняшнюю действительность. Но дальше встает очень интересный вопрос. Вопрос того, насколько и как мы воздействуем на общественную жизнь и на все остальные процессы, и не является ли активизм на самом деле разрушением и чем-то более опасным, чем конформистское смирение. Прежде чем ответить на вопрос о противоречиях, пределах, и не только позитивном, но и негативном влиянии активизма вот этой важной стороны антиконформизма, я подчеркиваю, даже не нонконформизма, а антиконформизма. Я хотел бы, чтобы мы немножко поразмышляли о том, что такое отчуждение, поскольку коммунизм есть альтернатива отчуждению в самом широком смысле этого слова. Итак, в пространстве царства необходимости или другими словами предыстории и то и другое термины Маркса и Энгельса «Пространстве царства необходимости». Человек всегда подчинен отношениям отчуждения, хотя и может противостоять им и бороться с ними. Отчуждение – это термин, который показывает, что некие внешние для вас силы господствуют над вами, и вы подчинены им. «Есть чужой», ну, те, кто смотрел этот ужасный, не в смысле ужастика, а в смысле ужасного содержания, фильм «Чужой», наверное, понимают, о чем я говорю, да? Некая чуждая внешняя сила, которая подчиняет вас и отнимает от вас, у вас, извините, ваше человеческое «я», вашу самостоятельность, вашу роль творца, превращая в пассивную марионетку. Отчуждение от слова «чужой», превращение человека в того, кто, вот давайте подумаем, кто что. Значит, это человек, который живет в пространстве, где его главное человеческое качество, труд от него отчужден. Ну, если вы фрилансер, занятый творческой деятельностью, да еще к тому же получающий некий доход, скажем, сидите на шее у папы и мамы и занимайтесь свободным творчеством. Вот у меня есть примеры таких молодых людей, у которых достаточно состоятельные родители, которые могут позволить себе такую свободную творческую деятельность. Здесь отчуждение труда заметно в наименьшей степени. А если вы работаете на полторы ставки уборщицей, у вас ребенок, койка в общежитии, вы эмигрант в чужой стране, то труд для вас – это способ выживания и сохранения жизни ребенка. Я рассказываю пример совершенно конкретного, знакомого мне человека. То в этом случае труд для вас страшное наказание, которое вы вынуждены нести, потому что иначе умрете физически, а не морально. Ну и морально тоже. Труд от вас отчужден. Когда вы приходите на работу, которую вы не любите и занимаетесь делом, которое считаете бесполезным, этот труд от вас отчужден. Я приведу пару иллюстраций. Иллюстрация номер один – художественный образ. Почти анекдот. Что такое современная жизнь? Это бытие, в котором вы идете на работу, которую терпеть не можете, для того, чтобы заработать деньги на вещи, которые вам не нужны, для того, чтобы эти вещи позволили вам создать имидж человека, которому будут завидовать те, кого вы не уважаете. От вас отчужден труд. Вы идете туда, где вам работать неинтересно и неприятно. Ваша цель и ценность, на которой вы работаете, вещи, которые вам не нужны, потому что это символические, симулятивные феномены. Модная тряпка, дорогой автомобиль или еще что-то. И делайте вы это для того, чтобы пустить пыль в глаза и вызвать зависть людей, которых вы не уважаете. Вот в той мере, в какой вы живете в этом пространстве, вы живете в мире, где от вас отчуждено все. Труд, ценности и цели и люди, с которыми вы взаимодействуете. Средства производства от большинства из нас тоже отчуждены. Мы отчуждены от продукта, который мы создаем. Про студентов я говорить не буду, а вот большинство представителей современных работников, это наемные работники, мы с вами об этом говорили в предыдущих лекциях, эти наемные работники создают вещи, которые мне принадлежат. Будь то человек, который на конвейере собирает автомобиль или кто-то еще. В результате человек отчужден от своего качества субъекта истории. Вот когда на том же радио программе «Говорит Москва», я начинаю говорить о том, что при невыплате зарплаты надо при помощи профсоюза организовать протестные акции. Когда я отвечаю на звонки радиослушателей, говорю, что если у вас вырубают деревья, создайте экологический союз. Когда я объясняю женщинам, что добиться равной с мужчинами зарплаты, а в России до сих пор средняя зарплата женщин меньше, чем у мужчин, можно, участвуя в активном феминистском движении. Когда я объясняю, что снизить проблему неравенства можно, включившись в деятельность левых политических партий. Фактически всегда я получаю звонки, смс-сообщения и так далее, что это ерунда, это невозможно. Профсоюз пассивный. Создать новый профсоюз нельзя, выгонят с работы, а то просто их забьют или убьют. Экологическое движение, где-то если есть, то это болтуны. Изменить ничего нельзя, объясняют мне радиослушатели. И объясняют уже много лет. Я до этого вел радиопрограммы на Комсомольской правде, очень часто участвую в эфирах общественного телевидения России. Там прямой эфир, идет интересная реакция. И в смс-сообщениях, и в радио, в телефонных звонках. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что от человека отчуждена его роль творца истории. Знаменитая фраза, что я могу сделать один? Я ничего не могу сделать. От меня отчужден статус творца истории. Собственно, главное человеческое качество. Его родовая сущность. Человек отчужден от общества. Вокруг чужие. Выйти на улицу и сказать, ребят, помогите. Ну, если помочь, это значит там поддержать старушку и помочь ей перейти улицу, ну, может быть, и помогут. А если помочь, это прийти к тебе домой и что-то полезное сделать, то уже трудно найти того, кто так поступит. Если помочь, это включиться в человеческую судьбу и потратить свои силы и время для того, чтобы решить проблемы другого, если помочь это совместно создать профсоюз, ну, тот же самый, да, я специально беру предельно мягкие формы общественной деятельности, то оказывается, что этого нет. Общество чужое. Вокруг чужие. В той мере, в какой это так, человек отчужден. В той мере, в какой вы солидарны и можете получить поддержку, ситуация другая. В Советском Союзе во многих случаях вы, будучи мамой-одиночкой, могли прийти в профсоюз и сказать, мне не с кем оставить ребенка, мне нужна на три месяца путевка для моего сыну, или, там, дочки, пионерский лагерь. Дадут бесплатно. Если это мать-одиночка скандалила с начальником, начальник приходил к самому большому начальнику и говорил, вот эту Марью Ивановну надо уволить. Она ведет себя слишком гордо. Марья Ивановна приходила в правком, говорила, вы что, меня, мать-одиночку, хотите уволить или в партийный комитет? Начальнику говорили, нельзя. В этих случаях нельзя было уволить, даже если это мать-одиночка очень плохо работает. Были обратные стороны этой медали. Когда человеку не хватало денег до получки, люди жили обычно без всяких сбережений, во всяком случае в такие наиболее красивые годы Советского Союза, вы всегда могли обратиться к своему приятелю и сказать, Вася, дай 10 рублей до получки или там 20 рублей до получки. Ну, по тем временам это, я не знаю, 20-50 тысяч рублей. И просить расписку, считать проценты было абсолютно абсолютно ненормальным. Даже не аморальным, а просто ненормальным. Ну, как встать на голову и ходить на работу на руках. Это не идеальное общество. Там было много отчуждений. Очень много отчуждений. В сталинские времена это была целая трагедия одновременно с энтузиазмом и великими достижениями. Но, тем не менее. Вот я поясняю, что такое отчуждение, что такое его снятие. Вот если хотите, коммунизм, это, пока отталкиваясь от того, что мы видим сегодня, это снятие, преодоление, отчуждение труда, отчуждение средств производства, отчуждение результатов труда, отчуждение человека от общества, когда в обществе твои родные. И когда ты можешь творить историю. Я не умею петь и плохо читаю стихи, но не могу не напомнить слова песни, которая звучала, находя отклик в душах, в сердцах, я не преувеличиваю, людей той эпохи, советской эпохи. Песня широка страна моя родная. Послушайте ее. Прочтите слова. Это был образ. Так было лишь отчасти на самом деле. На самом деле так было лишь отчасти. Но отчасти так было. В этих словах, в этой песне были слова. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Наше слово гордое товарищ нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, с ним везде находим мы родных. Вот вслушайтесь. Мы повсюду дома, с ним везде находим мы родных. То есть мир не чужой, мир родной, дружественный, товарищеский, к вам настроенный. Как это сделать в системе экономических, социальных, политических отношений, как начать это творить, потому что сделать до конца, мы сейчас не скажем, как сделать до конца коммунизм, но как начать творить такой мир, где мы повсюду дома, где страна наша, и мы хозяева нашей страны, и проходим, человек проходит как хозяин необъятной родины своей, где мы товарищи, и готовы быть дома везде, где мы окажемся. Это действительно так. Во время войны у меня мама была девчонкой в Ташкенте, но туда привозили людей из Ленинграда, из оккупированных территорий, и люди теснились и в без того тяжелых условиях принимали детей, воспитывали их. Что-то похожее было во время землетрясения в Ташкенте уже в 60-е, по-моему, годы. Есть такие примеры. Есть такие примеры солидарности в США, в Латинской Америке, в Западной Европе, во всех странах мира, но это антитезы отчуждений. Вот как это сделать? И самое главное в отчуждении это то, что человек отчуждается сам от себя. Вот я не буду вам в нашей сегодняшней лекции рассказывать про человеческий социальный капитал. У нас все-таки про коммунизм, а не про капитализм. В параллельном курсе факультативе я про это рассказываю, про человеческий социальный капитал. Но когда вы говорите я стою в миллион, если кто-то еще к тому же говорит об этом с гордостью, то человек отчуждает себя от самого себя. он отождествляет себя с внешней функцией, с деньгами. Это, наверное, апофеоз отчуждения. В результате формируется ситуация, которую я обещал проиллюстрировать не только анекдотами и песнями, но есть и статистика, в соответствии с которой большинство работников США, это социологический опрос, не всеобщее статистическое обозрение, обозрение. Большинство работников США считает свой труд бесполезным. Большинство считает свой труд бесполезным. Давайте пойдем дальше. Сфера отчуждения. Где мы должны сделать шаг вперед для того, чтобы преодолеть эту систему? То есть, если мы хотим идти в будущее, нам надо преодолеть вот все эти отношения отчуждения, а не просто национализировать средства производства и выиграть выборы в парламент или поставить своего президента. Нам надо решить грандиозную историческую задачу, преодолеть, снять противоречие царства необходимости, преодолеть всю систему отношений отчуждений. Какого отчуждения, каких отношений? Экономические отношения. Начиная от пережитков личной зависимости, у нас до сих пор сохраняются элементы личной зависимости, зависимости от рода, клана, бюрократического подчинения и так далее. Преодолеть вечную зависимость, зависимость от того, в какую шмотку ты одет, на какой машине ты ездишь, товарный фетишизм и денежный фетишизм. Преодолеть отчуждение, которое рождается отношениями эксплуатации, подчинения труда капиталу. Это особый пласт, когда человек раб машины и раб начальника, раб хозяина, который может принять, уволить, оштрафовать и так далее. Преодолеть социальное отчуждение, в том числе социальный стереотип эгоизма. Современный лозунг, который звучит постоянно, полюби себя любимого, сделай все для себя, позаботься от себе, кто о тебе еще позаботится, ну и так далее. фетишизм и тоталитаризм институтов, правил игры, которым мы подчиняемся совершенно бессмысленно. И даже преодолеть классовое сознание, потому что классовая борьба это часть отношения отчуждения. Классовая борьба это путь к снятию отчуждения, это важнейший инструмент, орудие снятия отчуждения, сфера снятия отчуждения, но победа в этой борьбе это устранение классовой борьбы вместе с классами. Задача пролетариата это ликвидация как класса не только буржуазии, но и ликвидация как класса пролетариата, наемных рабочих. Будущее это отсутствие наемного труда и отсутствие капитала. Это другие общественные отношения. Преодолеть политическое отчуждение, когда над тобой есть власть, которая тебя подчиняет. Тебя защищает, но и тебя наблюдает за тем, чтобы ты соблюдал эти правила игры. Как создать мир, в котором не будет полиции и даже той полиции, которая обеспечивает соблюдение правил дорожного движения, не будет ФСБ или КГБ или ЦРУ или ФБР, не будет профессионального чиновничества. Это утопия, но если мы эту утопию не реализуем, то отчуждение в политической сфере мы не снимем. Сверхзадача решена не будет. То же самое касается преодоления такой отчужденной формы, как партия. Да, левая партия с точки зрения марксистов это опять-таки важнейшее средство продвижения к будущему обществу. Но коммунизм это общество беспартийных. Это общество, где все становятся коммунистами. Возможно такое? Скорее казалось возможно другая история. Вот одна из трагедий Советского Союза, которую мы обсуждали. это не только некие позитивные примеры, но и обратный пример вырождения вот этого авангарда коммунистической партии. Мне довелось в последний год Советского Союза стать членом Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза. Тогда ЦК КПСС это был орган более важный чем сегодня Дума государственная. В 30 лет только вступив в партию тогда появилась возможность быть в оппозиции и быть членом партии. Было относительно демократичное состояние в 90-м году, в 89-м, 90-м, 91-м году. Будучи членом ЦК я убедился, что в этом ЦК, высшем органе руководства КП, людей, коммунистов, которые видят высшие задачи своей жизни в продвижении коммунистическому обществу, а не в делании карьеры и поиске привилегий, таких людей можно было посчитать по пальцам одной руки, ну может двух, а их там были сотни. В партии не осталось коммунистов, ну точнее осталось, но их было мало. Именно поэтому, когда в 91-м году объявили о том, что Советского Союза больше нет, из 19-ти, 19-ти миллионной партии коммунистов практически никто не вышел на улицу с протестом. Потом, правда, когда поняли, чем все это заканчивается, в 92-м, в 93-м годах были демонстрации, митинги, вечи, на которые собирались сотни тысяч человек в одной Москве, но это было уже потом. Преодоление духовного отчуждения, в том числе идеологии религии. Религия это очень тонкий момент, но я хотел бы подчеркнуть как минимум то, что есть вера человека во что-то. Эту тему я трогать не буду, она слишком деликатна. Есть религия как институциональная форма веры, а есть еще церковь как система неких формализованных организаций, правил, институтов как организации, институтов как правил игры, и дальше церковь уже действует от имени и по поручению, вот только кого не знаю, возможно, Бога с точки зрения верующих, но разница между церковью, институтами церкви и ее представителями и тем, как и что и во что верит человек видимо, все-таки присутствует, но это вы решаете сами, уважаемые коллеги. Проблема преодоления нравственного отчуждения, нравственного эгоизма человека. Кстати, замечу маленькую деталь, вот мы с вами говорили о сотворчестве, о субъект, субъектом диалоги, может быть то, что адресую вам как просто людям, живущим в этом мире, в этом пространстве. Обратите внимание, знаменитый императив «Не делай другому, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе и делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе». Это неправильно. Другой человек не чужой, но другой. Если вы хотите относиться к нему неотчужденно, вы должны видеть в нем другую личность, другими желаниями, другими ценностями, с другой моделью жизнедеятельности и только распредметив его в его собственной специфике, поняв, какой он и забыв про себя и действуя в соответствии с его ценностями, вы сможете вступить в диалог. Вы сможете понять, какие стихи нравятся вашей девушке и читать те стихи, которые нравятся ей, а не те, которые нравятся вам. А она, если вы ей неравнодушны, постарается понять, какие стихи любите вы и попросить вас прочесть те стихи, которые любите вы. Ну, и сама их прочтет. Я немного отвлекся. Давайте продолжим. Есть проблема альтернатив конформизму и активизму. Я поставил эту проблему. Давайте теперь попробуем сделать такую простейшую классификацию, двигаясь от максимального отчуждения к максимальному разотчуждению, снятию отчуждения. Итак, самый страшный актор этой системы, максимально включенный в отношение отчуждения, это генератор отношения отчуждения, тот, кто их формирует, хозяин, тот, кто командует трудом, будучи собственником средств производства и заставляет работать ради накопления капитала, тот, кто, будучи бюрократом, подчиняет себе окружающих по принципу «я начальник, ты дурак», тот, кто использует отношения насилия во время войны, развязывая которую, он становится генератором самых страшных форм отчуждения, тот, кто проповедует идеологически отчужденные ценности и так далее и тому подобное, но и тот, кто интеллектуально прислуживает капиталу, бюрократу, идеологическому манипулятору и так далее. Конформист, рап отчуждения, это тот, кто воспроизводит отчуждение, пассивно, некритично воспринимая этот мир. Хам, защитник отчуждения, разрушитель социального творчества, такой держиморда, который готов защищать любого хозяина, если он платит и помогает делать карьеру, не задумываясь о том, что он делает. Кстати, очень многие выпускники элитных высших учебных заведений, университетов превращаются вот в этих хамов, защитников отчуждения и слуг. Но он конформист, тот, кто пытается вырваться из отчуждения, но очень часто, особенно молодежь, пытается вырваться отчуждения, убегая от него, убегая в пространство искусства для искусства, науки для науки, ну или просто надеясь, что уехав из страны, где авторитарная политическая система, в страну, где есть формальная демократия, вы тем самым сбежите от отчуждения. Ну и, наконец, есть социальный субъект, который творит эту историю, освобождая мир, разочуждая этот мир, субъект разочуждения. Разочуждение это категория, которую активно развивает и комментирует Людмила Булавко, профессор МГУ, она будет читать одну из лекций. Так мы приходим к феномену разочуждения или социального творчества. Вот социальное творчество и разочуждение это и есть, собственно, главное в коммунизме. Коммунизм есть бесконечный процесс социального творчества, социального освобождения, создания новых общественных отношений в соответствии с законами и критериями прогресса. Помните начало нашего лекционного курса, где мы говорили именно об этом, о прогрессе и о том, что наша задача спрямление зигзагов истории, снятие отчуждения, разочуждения на пути прогресса. Звучит предельно абстрактно, но я вам с самого начала сказал в лекциях по методологии, что конкретной картинки, написанной в розовых тонах коммунизма не будет, не будет молочных рек с кисельными берегами, будет анализ проблем и формулировка абстрактных, но от этого не менее точных контуров грядущего. Есть здесь, однако, проблема, которую очень хорошо выражает знаменитая поговорка, благими намерениями услана дорога в ад. Вот как бы не создать еще худшую систему, пытаясь бороться с отчуждением. Эта задача, этот вызов является принципиально важным. Но здесь мы сталкиваемся с очень интересным и очень важным феноменом. Дело в том, что уйти от ответственности человека как творца истории невозможно ни в том случае, когда вы творите историю, когда вы говорите «я твердо знаю, что вырубка химкинского леса это зло, а защита химкинского леса от вырубки это добро». И я буду бороться за то, что химкинский лес не вырубили. Я привожу конкретный пример совершенно из нашей недавней истории Подмосковья. Или я твердо знаю, что 8-часовой рабочий день и 40-часовая рабочая неделя это хорошо. Я буду бороться за то, чтобы была 8-часовой рабочий день. Или я твердо знаю, что бесплатное общедоступное образование, в том числе университетское, это хорошо. А платное это плохо. И я буду за это бороться. Вы берете на себя ответственность за то, что вы, во-первых, это знаете. Во-вторых, что эта борьба не приведет к результату еще худшему, чем есть сейчас. Второй вариант. Вы говорите, а я ничего не знаю. Может, лес надо вырубать, может, лес не надо вырубать. Я в химках не живу, на лес мне наплевать. Я ничего не знаю. Я не знаю, хорошо, 8-часовой рабочий день или плохо. Может, люди хотят работать 16 часов в сутки, пусть работают. Я не знаю вообще, может, платное образование гораздо лучше, чем бесплатное, потому что, если ты заплатил, ты будешь хорошо учиться, у тебя стимул, если не заплатил, будешь дурака валять за общественный счет. Я не знаю. Мое дело, сторона. Моя хат с краю, ничего не знаю. Но в этом случае вы отвечаете за то, что произойдет вследствие вашего бездействия. И если в тех примерах, которые приводил, сомнения вполне уместны, то есть примеры, в которых сомнения уже неуместны. По этому поводу есть знаменитые строки. Разные поэты и общественные деятели приводят по-разному. Из эпохи возникновения и победы, не возникновения, победы, национал-социализма. Ну, обычно мы называем фашизмом все эти системы. Когда чернорубашечники пришли к моему соседу-еврею, я был скорее рад. Я не еврей, а сосед был конкурентом. У него была такая же лавка, как у меня. Когда чернорубашечники пришли к моему соседу-лидеру профсоюзов, мне было все равно. Я не член профсоюза. Но когда чернорубашечники пришли ко мне, я закричал соседе помогите, меня не за что тащить в концлагерь, я ничего плохого не сделал. Соседи промолчали, они уже были в концлагере. Один из чернорубашечников мне объяснил, мне плевать, какая у тебя идеология, мне нравится твоя лавка, поэтому ты будешь еврей. на эту тему есть более общие слова. Не бойся врага, самое страшное, что он может сделать, это тебя убить. Не бойся друга, самое страшное, что он может сделать, это тебя предать. Бойся равнодушных, это с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства. Фашизм победил во всей Европе к 1941 году. Где-то, может быть, были исключения, где был какой-нибудь царь Борис в Болгарии и полуфашистский режим. Еще где-то, часть Франции была полуфашистской, Виши. Практически вся Европа. Португалия фашизм, Испания фашизм, Франция под фашистами, Италия фашизм. Да, Англия, извините, была без фашизма. Так сказать, Бельгия, Голландия и так далее. Послушные полицейские в одной из этих маленьких европейских стран, не будем ее называть, чтобы никого не обидеть, когда им фашистская власть сказала принесите списки евреев, послушно принесли списки евреев. Они всегда выполняли указания бургомиста, они и сейчас выполнили указания бургомиста. Они не брали на себя ответственности размышлять, хорошо это или плохо. Потом, когда их попросили подсобить этих евреев загнать в концлагерь, они их загнали в концлагерь. Точно так же они поступили с коммунистами практически во всех странах мира. А бюргеры спокойно торговали. Это был мир, в котором надо было выбирать. Если ты работаешь на заводе, который производит пушки, ружья, машины, патроны, то этими патронами будут убивать в первую очередь советских людей. И поэтому тихий, спокойный конформист Бельгия, Чехословакия, Румыния, Польша, Франция убивал советских людей. Убивал, производя для них пули. Вы спросите, а что ему оставалось? Оставалось идти в подполье, оставалось заниматься саботажем, оставалось умереть. И выбор был простой. Или ты вместе с фашистами убиваешь советских людей и становишься пособником фашизма, или ты умираешь. Такой же выбор был у советских людей. Или ты встаешь в станку и работаешь до смерти, часто буквально, идешь на фронт и погибаешь с очень большой вероятностью. Или, как говорится, оказываешься холуем, власовцем, полицейским, еще кем-то. Ну, или пассивным конформистом. На базе которых побеждал фашизм. Ибо если бы Бельгия, Голландия, Франция, Чехословакия, и так далее объединились, то Германия никогда не смогла бы развязать Вторую мировую войну или проиграла бы в ней через несколько месяцев после начала. Суммарная мощь этих стран была в разы больше, чем мощь Германии в конце 30-х годов. Поэтому, если вы ничего не делаете, то вы отвечаете за все то зло, которое происходит в мире. Вот такова история. Это тоже про коммунизм. Ну, и есть проблема цены прогресса. Знаете, когда была в Советском Союзе такая грустная шутка. У нас будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот, это шутка именно об этом. Какой ценой обеспечивается движение в будущее? Мы победили в революции 1917 года. Начало февральской, которая, наконец, избавилась от абсолютной монархии России. Потом октябрьской и началось строительство социалии. Собственно, победа была и в той, и в другой революции почти мирной. Даже советская власть была установлена в 80% губернии России без кровопролития. А там, где оно было, оно было относительно небольшим. Несколько тысяч человек погибло. Это серьезно, но это не гражданская война. Гражданская война началась потом, когда Германия, Франция, Англия, Япония, Турция, последние даже США совместно с белочехами начали интервенцию, когда на этой базе поднялась оппозиция и белогвардейская, и зеленая, и в полосочку. В результате гражданская война. На фронтах погибли сотни тысяч человек, не миллионы, но миллионы погибли в результате испанки, прежде всего. Это была страшная эпидемия гриппа, несоизмеримо более страшная, чем сегодняшний коронавирус. Кстати, во всем мире. Поэтому жертва гражданской войны это по преимуществу жертва испанки. Ну и голод, безусловно. Разруха. Надо было это делать? Трудный вопрос. А надо было проводить индустриализацию? А может быть, вообще не надо было участвовать в Великой Отечественной войне, вести борьбу против фашизма? Сдались бы. Одно время, в период перестройки, это страшные слова, я даже не хотел бы их повторять, но из песни, что называется, даже жутко и гнусно, из слова не выкинешь. Вот в конце перестройки, в начале 90-х, очень много пропагандистов говорили, надо было сразу сдаться Гитлеру, пили бы баварское пиво, уже давно жили бы в цивилизованном фашистском концлагере. Вот такая история. И каждый раз, каждый из вас все равно принимает решение, даже если он делает вид, что никакого решения не принимает. Мы все равно либо пассивно, либо активно содействуем либо прогрессу, либо регрессу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok